Десять лет назад мир авиации потрясло событие, которое позже прозвали «Чудо на Гудзоне». В тот день двум пилотам пришлось использовать единственную полосу, безопасную для экстренной посадки — узкое пространство реки Гудзон в Нью-Йорке. Как могла настолько критическая ситуация не отнять ни единой жизни? Давайте узнаем. 15 января 2009 года американские авиалинии пустили самый обычный рейс под номером 1549 из аэропорта Ла Гуардиа в Нью-Йорке до аэропорта Шарлотт-Дуглас в Северной Каролине. Капитаном аэробуса А-320 был 57-летний Чесли Саленбергер по прозвищу Салли, эксперт по безопасности полетов и бывший пилот планера. До прихода в гражданскую авиацию в 1980 году он был лётчиком-истребителем и служил в ВВС США. К тому роковому дню Саленбергер уже налетал более 19 тысяч часов, и почти 5 тысяч из них были на А-320. Вторым пилотом был 49-летний Джеффри Скайлз с опытом более 15 тысяч лётных часов, хоть и не на аэробусе А-320. Кроме двух пилотов на борту было 150 пассажиров и три бортпроводницы. Невероятно, насколько быстро может произойти нечто страшное и опасное. Только пилоты заправили самолёты и взлетели, как уже через 2 минуты аэробус теряет двигатели и практически падает с неба. Простите, я забегаю вперёд. В 15.24 пилоты были полностью готовы, и диспетчерская вышка аэропорта Ла Гуардиа расчистила полосу для взлёта. Техника работала безукоризненно, погода стояла чудесная, с видимостью 16 километров, открывая пилотам прекрасный вид на Гудзон. Откуда им было знать, что вскоре эта самая река станет их единственной надеждой на спасение? В любом случае, этот полёт был рутинным и непримечательным, как и сотни других, которые капитан Саленбергер совершил за 40 лет своей службы. По крайней мере, первые секунд 100. В это время пилоты набирали высоту и выполняли необходимые лётные манипуляции. А затем внезапно случилось это. В 15.27, когда аэробус набрал скорость 96 метров в секунду, капитан Саленбергер заметил стаю канадских гусей, за мгновение до того, как самолёт в неё врезался. Двигаясь на такой скорости и будучи на высоте 853 метра, пилоты не могли избежать столкновения. Они могли только беспомощно наблюдать, как горизонт закрывают крупные птицы. Затем самолёт вздрогнул, и все на борту услышали грохочущие звуки и оглушительные удары двигателей. Пассажиры, сидевшие у окна, заметили, что двигатели горят. А потом осталась только звенящая тишина и невыносимый запах топлива. Должно быть, в тот момент каждый подумал, «Это не может происходить со мной». Однако Салли не потерял самообладание, даже когда осознал, что оба двигателя вышли из строя. Он понял, что самолёт не сможет приземлиться на посадочную полосу без повреждений. Так что через несколько секунд после столкновения Саленбергер начал действовать. Он взял управление, пока Скайлс пытался перезапустить двигатели. К сожалению, первая попытка провалилась. Но второму пилоту удалось включить вспомогательный блок питания, без которого самолёт было бы невозможно контролировать. Пилоты не смогли бы повернуть влево или вправо, взять вверх или вниз. Самолёт буквально свалился бы с неба. С включённым ВБП самолёт потихоньку поднимался, хоть и явно замедлился. Достигнув высоты 930 метров, он начал скользящий спуск, ускоряясь до 390 км в час. В 15.28 он опустился до 503 метров. Ситуация была ужасной и требовала немедленных действий. Через 20 секунд после остановки двигателей капитан Саленбергер отправил сигнал тревоги. «Врезались в птиц, двигатели без тяги. Возвращаемся в Лагуардио», – гласило отчаянное сообщение. Авиадиспетчер Патрик Хартен приказал вышке отменить все вылеты и сказал Саленбергеру направляться к 13-й полосе. Командир ответил одним единственным словом – невозможно. К тому времени опытный пилот уже осознал, что самолёт не сможет вернуться в аэропорт. Он сказал Хартену, что они могут оказаться в гуд-зоне. Авиадиспетчер не поверил своим ушам и не хотел принимать ужасную правду. Он попытался найти способ доставить самолёт на полосу, но в 15.29 Саленбергер повторил свои слова. И на этот раз его голос звучал ещё твёрже. «Самолёт окажется в реке». Несмотря на то, что Саленбергеру раньше не приходилось совершать такой манёвр, он готов был пожертвовать самолётом, чтобы спасти жизнь пассажирам и экипажу. Единственным местом в густонаселённом Нью-Йорке, которое было бы достаточно длинным, широким и гладким, чтобы посадить тяжёлый самолёт, спускающийся на головокружительной скорости, оказалась река Гудзонб. Осознав это, капитан потратил ещё три секунды, огромное количество времени в подобных обстоятельствах, чтобы сделать единственное объявление. Спокойным и уверенным голосом он сказал. «Говорит капитан, приготовьтесь к удару». Сразу после этого он услышал, как бортпроводницы выкрикивают пассажирам команды, приказывая пристегнуться и оставаться на местах. Пилоты не могли отвлекаться ни на что, кроме спуска. Самолёт пролетал меньше, чем в 275 метрах над мостом Джорджа-Вашингтона, когда второй пилот выкрикивал скорость и высоту. Кабина заполнилась предупреждениями автоматики. «Земля слишком низко! Слишком низко! Осторожно! Осторожно! Земля! Вверх! Вверх! Вверх!» А затем, в 15.31, самолёт врезался в реку. Удар был сильным, но самолёт остался на плаву и чудесным образом не пострадал. Практически в унисон пилоты крикнули «Я думал, будет хуже!». Естественно, на этом история не закончилась. Экипаж должен был эвакуировать людей из аэробуса, плавающего посреди реки. Как только самолёт сел на воду, бортпроводницы начали эвакуацию. Часть пассажиров кинулась крыльям, другие запрыгивали на шлюпки. Ранее авиадиспетчеры связались с береговой охраной и попросили их приготовиться к оказанию помощи. Вот почему всего через 4 минуты после приземления начали прибывать спасательные лодки. Но ситуация была далека от безопасной. Нашёлся паникёр, открывший одну из задних дверей, и бортпроводнице не удалось запечатать её повторно. Вода начала заполнять самолёт не только через дыру в обшивке, но и через дверь. Её уровень поднимался, и бортпроводницы просили пассажиров лезть через сиденье и пробираться вперёд. Это было нелегко, особенно если учесть, что один человек был в инвалидном кресле. В итоге, дважды проверив салон, капитан Саленбергер подтвердил завершение эвакуации. Температура в Гудзоне составляла 5 градусов Цельсия, и некоторые в ожидании спасения стояли по колено в воде, поскольку часть надувных трапов почти полностью ушла под воду. Некоторые пассажиры стояли на крыльях в спасательных жилетах, другие боялись, что самолёт взорвётся, и отплывали подальше. В мгновение ока спасательные паромы начали подбирать людей на борт, начиная с тех, кто стоял на крыльях. В 15.55 был эвакуирован последний человек. Говорят, что когда Саленбергер добрался до парома, он немедленно позвонил в американские авиалинии и попытался сообщить о ситуации. Но там его отшили, сказав, что у них есть более серьёзный вопрос с самолётом в Гудзоне. «Я знаю», — сказал капитан, — «это я». Неудивительно, что инцидент был назван «чудо на Гудзоне». Несмотря ни на что, трагедии не произошло. Все пассажиры и члены экипажа остались живы. Было всего пять серьёзных травм, и 78 человек обратились к врачам, в основном из-за гипотермии и мелких травм. Наполовину затонувший самолёт позже доставили на Пьерс в Нижнем Манхэттене, в шести с половиной километрах от места приводнения. Когда впоследствии власти расследовали инцидент, они проверили, было ли возможно безопасно вернуть самолёт в аэропорт. Ответ был нет. Более того, оказалось, что в случае попытки даже 35-секундная задержка могла убить всех пассажиров на борту и ещё больше людей на земле. А смертельно опасный манёвр, совершённый Саленбергером, был назван самым успешным в истории авиации. 22 января 2009 года все члены экипажа получили медали мастерства, награду которой вручается крайне редко и только за выдающиеся заслуги в авиации. Те, кто принимал участие в спасательной операции, тоже получили награды, почётные грамоты. В сентябре 2016 года люди во всём мире отправились в кинотеатры, чтобы посмотреть фильм от компании Warner Brothers «Чудо на Гудзоне», основанный на событиях этого уникального полёта. Вы когда-нибудь слышали истории о самолётах, безопасно севших на воду или о других чудесных посадках? Расскажите о них в комментариях. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте этому видео лайк и поделитесь им с другом. Постойте, не убегайте никуда. У нас на канале больше двух тысяч крутых видео. Вам нужно только выбрать ролик слева или справа, нажать на него и наслаждаться. Оставайтесь на яркой стороне жизни.